Я вот хотела, почему я про линию фронта и про этот долгоиграющий сериал с F-16. Я вижу сообщение о том, что самолеты... Дмитрий Кулеба, глава украинского МИД, заявляет о том, что самолеты F-16 будут как только завершаться учения пилоту. И мы неоднократно говорили с вашими коллегами, равно как и с военными, если пребывающими сейчас на передовой, они говорят, что нашим пилотам достаточно понимания того, как работает эта техника. Так ли действительно дело? Нам нужно особым образом обучить наших военных? Или нам достаточно понимать, каким образом мы будем восстанавливать технику? Вот в чем задержка по-вашему? Для того, чтобы летчика переучить, есть определенные периоды его переучивания. Наземная подготовка, экзамены, то есть сдача зачетов, летная подготовка, потом налет определенных часов до выхода уже на боевые рубежи. То есть эти этапы нужно проходить, их нельзя смешать, сжать до минимума. Есть те, которые однозначно нужно проходить. И вот сейчас у нас несколько летных групп проходят эти этапы. Первый этап – это подготовка, то есть изучение языка и технического языка, в том числе для понимания инструкции, вернее, руководства по эксплуатации самолета и вооружения. Естественно, инженерно-техническая подготовка летного состава, потому что летчик должен знать самолет как свои пять пальцев, то есть лучше даже инженера, так как ему приходится на нем воевать и в воздухе выполнять боевое задание. А это все время, то есть изучение вот такого рода, без знания технических терминов, без знания технического языка, естественно, инженерию ни самолета, ни вооружения изучить невозможно. Поэтому сейчас сначала начнется этап теоретической, наземной, так сказать, подготовки. Потом определенные полеты уже на тренажерах, так называемые тренажеры летчика, их еще называют симуляторы полета, ну правильно, это ТЛ, так называемый, тренажер летчика, наземный, то есть это часть кабины самолетов, которые летчик с симуляторами определенными выполняет разные виды задач на земле, не взлетая, отрабатывает до автоматизма действия в особых случаях, ну и, естественно, управление вооружением. Дальше летная подготовка. Существенная разница, потому что когда, вот я слышу, ваши коллеги иногда говорят, в большой науке там наш обычный пилот, понятное дело, военный пилот, может запросто освоить F-16. Мы как-то все время говорим с нашими западными экспертами, которые говорят, что F-16 это, ну, такая себе целый космодром, да, это не просто самолет, это огромная-огромная площадка, да, необходима к F-16. Вот и существенная разница, ну, скажем, от военных СУ и F-16, в чем разница? Ну, дело в том, что самолет сам по себе, все примерно самолеты-истребители, они всего мира примерно одинаковые, так как их выполняют, исходя из законовой аэродинамики, а законы аэродинамики-это физика, они однозначны для всех, потому почему все самолеты примерно друг на друга и похожи, потому и система управления и поведение летчиков в самолете примерно тоже одинаковые для всех истребителей, это имеется в виду истребители, что разные самолеты, транспортные, они однозначно отличаются. Но все истребители примерно одинаковые. Есть некоторые особенности в системах управления, допустим, есть прямое управление, это рычагами управления самолета, ручками, русами так называемыми, либо есть джойстиком, вот как, допустим, на F-16. Все старые советские самолеты управлялись русами, прямым управлением, может через бустера, но тем не менее прямое управление. А джойстиком это управление чуть другое, но большого, так сказать, большого времени на переучивание нужно. Летчику-истребителю с хорошим налетом, ну сотни часов, по крайней мере, ему достаточно поймать высоту выравнивания для посадки самолета. В основном проблема в посадке, высоту выравнивания, поведение самолета на малых скоростях, а в основном, опять же, посадочные режимы и все. И это достаточно несколько полетов, чтобы летчик поймал эту высоту и дальше садил самолет. А вот остальное обучение, это время для налета, время для налета по разным видам подготовки, переучивания. Не обучение, обучение это долго, это года, а переучивание. То есть летчику нужно по определенным видам полета слетать один-два контрольных полета с инструктором, потом тренировочный, потом зачетный, вернее, зачетный, тренировочный и дальше уже идет налет тренировочный по видам подготовки. На это нужно около трех месяцев. Никаких проблем для летного состава любого, в любом мире, то есть в мире любого летчика-истребителя берете, это одинаковый примерно уровень подготовки. То есть никаких проблем на переучивание абсолютно нет. Да, есть определенные нюансы, но эти нюансы, по большому счету, как раз и решаются за время вот этих трех месяцев при переучивании. Потому три месяца достаточно для того, чтобы переучить. Так сложилось, я сам летчик-инструктор, в свое время полк целый в Умане переучивал с МиГ-21 на Л-39. Вот мы переучили полк где-то за три месяца. Ну там, правда, в режиме такого саморазвития, то есть обучали сначала верхушку командиров, командиров эскадрили, командиров полков, давали им инструкторские допускания, потом уже и своих летчиков в том числе обучали, это такое саморазмножение так называемое. Но тем не менее полк переучивается за три месяца. Потому и у нас летный состав за это же самое время переучится. Вопрос в передаче техники, ну это политический вопрос. То есть передать технику... Да, мы с вами политику не будем трогать, мы пойдем другим путем. Мы поговорим про военный аспект. Вот наши союзники, они хотят выступать такими гуманистами, они даже там кассетные снаряды нам дают и говорят, ну только вы, значит, защищайтесь, вы не атакуете, да, значит, на российскую территорию не идите. Россия говорит о F-16, мы прям будем, если союзники вам дают F-16, мы будем считать, что вас вооружили ядерным оружием. Вот даже до такого доходит. Если союзники говорят, что мы, значит, наблюдаем, не проще ли, возможно, нам требовать тогда усиление ПВО, закрыть небо над Украиной? Вот если какое-то промедление в получении F-16, что тогда более эффективно, по вашему мнению? Потому что мы F-16 не можем дождаться и небо закрыть не можем. Ну, требовать мы, наверное, не можем, мы можем запрашивать некоторые позиции, а уже исходя из возможностей наших партнеров, союзников, они уже сами принимают решение, передавать или нет. Но вот в последнее время страны... Что бы вы запросили первым делом? Все-таки F-16 или F-16? А все дело в количестве. Если нам дали бы, если бы было возможно взять, допустим, пять десятков Патриотов, то однозначно сначала Патриоты. А если такого количества нет, а его нет, а нам вот передали там несколько комплексов, а потом по одному, по два пусковых установки передают, то однозначно F-16, так как самолет, он накрывает намного больше территорию. Но опять же, самолет не может работать по баллистическим целям. Самолет может работать только по аэроцелям, то есть это по ракетам, там, Калибр, Х-101, Х-555, по самолетам. А вот по баллисте, по кинжалам, допустим, по той же С-200, С-300, по Искандерам ни один истребитель не отработает. Ну, у них, у него нет системы поражения. То есть те ракеты, которые истребитель несет, они не сработают по баллисте. А вот уже от баллистических целей, то есть опять возвращаемся к Петрио, то есть с МТ, опять пять десятков нужно комплексов. Потому здесь такой опять, то есть комплексный подход. Невозможно что-то одно или что-то другое. Здесь надо запрашивать и то, и то одновременно. Роман Гриевич, я посмотрела некоторые ваши последние интервью. Вы вот в одном из них говорите, что враг бросит запорожское направление, когда дойдем до Волновахии и Токмака. А когда враг вернет нам Крым, что нам надо? И достаточно ли нам F-16, или нам достаточно катеров для того, чтобы взять во блогу Крым? Вот какой будет тактика и стратегия в отношении Крыма, по вашему мнению? Нам никто ничего не вернет, пока мы не уничтожим российскую армию. Они будут бороться, они будут умирать, но возвращать нам никто ничего не будет. Потому что здесь надо это четко понимать. Вот есть 300 с чем-то тысяч человек, россиян, с оружием на территории Украины. Вот они все должны быть уничтожены, только после этого мы можем вернуть свои территории. То есть они вернутся автоматом. Это, кстати, как раз задача любой армии, которая обороняется, вот украинская обороняющаяся армия, от армии нападающей, российская нападающая. Это уничтожение. Первая задача уничтожения нападающей армии. А возврат территории – это следствие выполнения первой задачи. Потому что у нас задача уничтожения. Уничтожение врага, оно зависит, и скорость уничтожения зависит от количества боеприпасов, которые у нас есть. Только боеприпасами можно врага уничтожать в больших количествах. И больше 300 тысяч. То есть это надо отминусовать треть миллиона россиян с оружием. Потому чем мощнее оружие, чем оно смертоноснее, тем лучше. Почему, допустим, кассетные боеприпасы очень сейчас нам нужны. Причем не только снаряды, а нам нужны еще и ракеты для РСЗО. У нас достаточно, ну, можно сказать, есть определенное количество хаймерсов. Вот нужны ракеты, кассетные ракеты М-26, которых десятки тысяч лежат на складах в Европе. Они сейчас будут переводиться в режим утилизации. Так вот мы можем их, так сказать, использовать. Потому что то, что надо нам запрашивать сейчас в первую очередь, это то, что можно использовать завтра. Вот сегодня получили, завтра уже можем использовать. Вот это ракеты М-26, это кассетный боеприпас, который выполняет, ну, серьезную задачу. Один залп наплывает тысячи квадратных метров территории. Один залп. Потому что с использованием вот этих кассетников мы быстро вопрос решим по освобождению, особенно ровных поверхностей, если так можно сказать, той же Приазовских степей, той же Запорозского и Херсонского направления. Потому я и говорю, что как только подойдем к Токмаку, пройдем Волноваху, Черниговку, Токмак, ну, это на траверзе три населенных пункта, это железная дорога идет от Волновахи на Черниговку, на Токмак. Как только мы проходим эту железную дорогу, у россиян остается узкая полоса вдоль Азовского побережья, которую мы уже начнем контролировать армейской артиллерии. То есть передвижение, они же с тыла, они же с Азовского моря не организуют большую поставку. Потом они будут уходить и с Запорожского направления. Оно за собой потянет и Херсонское, это как Херсонский гарнизон, который у россиян есть, на Херсонской области. Он завязан на Запорожске. Поэтому нам где-то еще километров 20 продвинуться, мы где-то 15, 10-15 уже прошли, еще километров 20. И тогда россияне будут принимать решение убежать, так как удержать эту полосу невозможно. Ну, а Крым, Крым обрабатывать нужно с помощью тех же М-26, когда подойдем уже ближе к Крыму. А лучше ракеты «Атакамс». Их надо сотни, а то и тысячи. Есть они у американцев, ну, у стран НАТО эти ракеты есть, больше трех тысяч штук. Они сейчас опять же их будут заменять. К концу года первая партия, пере СМ 500-километровых заходит на замену. Потому вот эти ракеты нам помогут с уничтожением российских стационарных военных объектов в Крыму. Ну, а потом подоспеет авиация, авиация уже свое дело доделает, так сказать, дошлифует российские объекты. А после уничтожения военных объектов там останется, ну, останутся некоторое количество, какие-то бандочки с оружием. Опять пока не закончится боеприпас, они будут какую-то представлять угрозу. Ну, а после окончания, вернее, заканчивания количества боеприпасов, они просто, вот, это будут зеленые человечки, максимум, с автоматами в руках, которые стрелять не могут. Крымский мост к этому времени уже однозначно будет уничтожен, потому нужно будет просто заходить, штурмовым бригадам их зачищать. Вот примерно так придется освобождать наши территории, это юг, а по Донбассу чуть сложнее. Там придется отрезать Донбасс через Луганск, то есть вот на Сватово, с части Луганск, дальше Краснодон, может на Таганрог или там на Новоазовск, как будет принято решение. Отрезать Донбасс от России и также потом с помощью авиации дальних советских поражений зачищать в том числе и Донбасс. Но это уже на следующий год, то есть тут уже в этом году мы это не успеем. А сколько, по вашему ощущению, вот насколько затянется война и как быстро бы она закончилась, если бы союзники дали нам необходимое оружие сейчас? Авиация ускорит движение, ну в достаточном количестве, это надо хотя бы десяток эскадрильей, около 120 самолетов для того, чтобы широкомасштабно использовать ее. 3-4 месяца и мы уничтожим российскую армию с помощью авиации, вот даже этого количества самолетов. 3-4 месяца, если передадут ракеты М-26 к Хаймерсам, это те же 3-4 месяца. 3-4 месяца и как минимум юг, то есть Запорожскую, Херсонскую и север Крыма мы зачистим от россиян. С помощью вот даже вот просто ракеты М-26, только опять же в десятках тысяч количество, это не в сотнях, не в десятках, не в тысячах. В десятках тысяч они есть на складах, их можно передать, как и передают сейчас боеприпасы 155-го калибра. Это с помощью этих ракет. Ну и надо сотни, а то и тысяч, я уже говорил, атакамсов. Опять же, по времени атакамсы тоже работают в районе квартала, то есть месяца 3 придется работать атакамсами для зачистки. Потому вот по 3-4 месяца на каждую позицию и если не все будут одновременно, это те же 3-4 месяца, потому что проходить придется нашим наземным силам это время. Потому что если бы у нас сейчас были М-26, атакамсы и Ф-16, до конца года мы бы вышли на госграницу 2003 года по договору с Россией. А так как сейчас как минимум растяжка по Ф-16 на следующий год, основная часть самолетов, естественно, как-то в догонку, может быть, добавят там какие-то атакамсы под конец года, когда они будут их менять. Но по М-26 большой пока вопрос, потому что очень сложно их продавливать, хотя, возможно, раз в 155-е снаряды продавили. Поэтому, я думаю, до Азовского побережья мы в этом году точно выйдем, в Северный Крым зайдем, до Нового года. А вот полная зачистка нашей территории от россиян, можно сказать, окончание такого горячего соприкосновения на нашей территории, это будет, наверное, к лету, к осени следующего года, нам еще воевать следующий год однозначно. Так сложилась, называют, так сложилась выборная программа в Белом доме, на следующий год у них выборы, потому и растянули эту, это все передачу. Ну, а война с российской территорией, на которую распадаться будет Российская Федерация, она еще будет длиться, наверное, лет 10, пока не будут распадаться, пока волны и военизированных формирований, беженцев каких-то, еще что-то будут биться об нашу границу, это придется удерживать эту границу еще лет 10, наверное. Но это намного проще, это будет заниматься уже армия непосредственно, лучше, чтобы она была контрактной, то есть без мобилизации, без военного положения как-то такого. Военное положение хватит в нескольких областях, всего лишь Донецкой, Луганской, Харьковской, может быть, Шунской и части Черниговской. Все, и этого хватит для того, чтобы удерживать лет 10 в госграницу. Потому до конца следующего года, я думаю, будет горячая фаза, ну а потом лет 10 это уже. Но это будет заниматься армией гражданского общества, в принципе, со следующего года, нечему уже сильно будет пугаться, по крайней мере. Продолжение следует...